Камеру сниму. Почему? Блогер. А вы чего не видеваете? Ну, здесь пока не надо. А я себя могу. К вам идет бизнес-блогер Никита Крепов. Сейчас он возьмет пивасик себе и придет. Он наполняет, он работал чая. И делаем переход. Сейчас будет много херни. Сколько у тебя? 20. 20. 20. Чего это? Нормально. Откуда лучше лить трафик? Знаю, я только вот так могу делать. Откуда лучше лить трафик? Ты не шаришься? Да я вообще грубо, если честно. Чем ты укладываешь волосы каждый день? Ээээ, как это падает. Сука. Бля, ебать вопрот. Слышал, у вас недавно выиграли нахуй с бара. Да, это было очень круто, блядь. Мы бедные арбитражники. Я не вижу смысла себя сдержан в таких мероприятиях. Захотел вернуть, верни. Пошел нахуй тогда. Много пиздеть тоже плохо. Понятно, да, да. Вырежем его потом. Здесь говорят правду. Не забудь вырезать его. Мы нарежем там, так перережем и похренеть вообще. Уже. Так, записываем это видео. Сейчас жду Алексея, который выйдет оттуда. Мне до сих пор непривычно записывать влог, ребят. Очень вести, что вы его смотрите. Делайте именно так. Дальше. Комментарии, отзывы людей. Здесь формат гивок почему-то переключается. Формат гивок. В данной вертикали формат гивок довольно новая вещь. Вы их видели в других вертикалих. Здесь это все в наним. Итак. Люфи Рагарин. Более того, уникальный. Сейчас мы едем на припати как раз в CPA Life, который будет проходить в Урюке. Внизу на третьем этаже. Вот жду Алексея. И мы вылетаем. Ожидание самое хорошее. Наверняка там не жарко. Мало народу. Ха-ха-ха-ха. Он мне вразит. Слави вразит. Я знаю, я знаю, что тебе нужно. Сейчас будет много херни. Ну как вам тусовка? Слышал, у вас недавно выгнали на Фрэйсбана. Да, это было очень круто, блядь. Нормально. Подсюда пока не выиграют, но я буду стараться. И потом я ебанулся. И тут она мне предлагает, прикинь, такая дорога. Я такой, я не буду. А дальше она говорит, перепархуй свой Бентли. Я говорю, у меня нет Бентли. Она такая, ну купи себе Бентли. Ну и в итоге мы все налили на нутру, блядь. Всем привет. До свидания. Так, пацаны, вы приехали к нам. Такой, нос вытирает такой. Здрасте. Здрасте. Ой, выпало. Немножечко, извините. Так, ну сколько у вас байеров в команде? Бля, сейчас мало. А у нас три. И прибыли. Так, ну скажите, ребята, как у вас сейчас команда была? Очень хорошо. Реструктуризация. И формы. И другие умные слова. Запустишь танкенцирку или? Чикен мактаген. Магдан, сколько у тебя байеров в команде? Сколько у тебя байеров в команде? Быстро ответить. Двадцать. Сколько у тебя? Три. Двадцать. 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 Чё это? Нормально. Было бы круто, блядь, когда было... Нет, я естественно, блядь, заплатил за всех. Хотя я еще нихуя не зарабатывал, блядь. Ребята, мы делаем митап 28 ноября в Санкт-Петербурге. Вот сейчас Артем даст пару комментариев. Да, кстати, вот интересно. Они... Сколько вы берете за вход, чтобы... Ну, типа... Депозитный 50 долларов. Потом их отдаем в конверте. А потом, во! Они их отдают налом. Знаешь, понимаете? Они налят. Бабки обналят. Ну, типа его спрятали за какой-то, типа, митап, блядь. Какой-то там митап. А можно еще рекламу в конверте давать. А, значит, реклама. Это лучшая партнерка на планете. И если вы еще не с нами, то скоро вы будете с нами. К вам идет бизнес-блогер Никита Кремов. Сейчас он возьмет пивасик себе и придет. Вот, все. Водичку, водичку. Водичку, прости. А что ешь, братан? А ты себе рип? Я рип, да. Я себе, но уже рип. Вот из этих? Да. Так же ладно. Давно не виделись. Курить бы что-нибудь, конечно, бы хотелось. Вась, на что льешь? Что только не льешь, все льешь. Наполняй-ка работом чая. Дух, который счастья дает. Золотая чаша золотая. Золотая чаша золотая. Я наполняй-ка работом чая. Дух, который счастья дает. И делаем переход. Поприветствуем Алексея Шульга. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы разберем подходы, которые используют в предтехе. Мы также остановимся на одном из них. Поприветствуем. Поприветствуем. Вы кто-то блогеры. Но здесь пока не надо. Вы кто-то разойдите. Снимаем. Опа. Снимают меня. Здравствуй, Ютуб. Здравствуй, Ютуб. Так, мы подходим к залей Кэшу. Здорово, здорово, здорово. 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 Слушай, как тебе конфа вообще? Первая на Сиперлайпе или ты уже бывал на Конку? Первая вообще. Серьезно? Да, ну еще. Ты чего не видишь? И как тебе? Как тебе организация? Просто вообще ракета. Уже везде попавал. Лаки супер просто. Топчик. Молодец. Слушай, а как ты пришел с сервером пляжа давно? Да... Буквально... Вчера назад. Вчера и сразу на Конфу. Реально, и сразу на Конфу? Ну конечно. Выиграл билет в бизнес, видишь. Раб, лучше пускай стенд шутайна, чем я. Нихуя себе, тут такой стенд, блять, большой. Зачем такой стенд большой? Я не понимаю. Зачем? Зачем с тобой мог быть? Она все точит постоянно, просто. Вот как не заметил. Если постоянно ты первый раз меня такое увидел. Везет. Короночка наша. Расскажи, как тебе конференция? Блин, я приехал. Тут вообще круто. Много народа. Куча стендов. До сих пор не могу найти стенд, который еще. А так мне понравилось больше всего, что Марина выступает в 12 часов дня. То есть все успеют подтянуться и послушать. Конференция, она только началась. Но люди есть. Марина сделала красиво. Лаки сделала красиво. Вот так вот сердечко. Четко. Ну, закладу пока не слышала, но имена хорошие. Имена хорошие. Прекращили. Все, что нужно заделали. Имена хорошие, ребята. Как ты там? Твоя. Твоя. Твоя снимала. Нет, это мои вопросы. Это мой влог. Это мой влог. Слушай, я удивлена, что, несмотря на то, что локация Малька, много людей. Реально много. То есть я реально верю, что два касса берет. Как тебе конференция, Вадик? Великолепно. Великолепно, да. Мне очень понравилось. И понравилось больше в Питере. Во-первых, потому что гораздо больше людей. Все очень общительные, очень веселые, какие-то расслабленные. И сама атмосфера очень крутая. И, если честно, мне даже, ну, чем-то это по масштабу напугило ума. Вебов очень много. Да, да, да. Наша целевая здесь есть. И очень много новых ребят. Ну, то есть, как правило, на всех конференциях все равно встречаешь как бы одних и тех же, либо своих партнеров. Очень многие партнеры к нам смогли приехать в этот раз. Это очень круто. Инфа неплохая. Много полезных ребят. Еще больше не полезных, конечно, но все классно. Очень клево, что достаточно большое место между стендами и есть где применить. Потолок больше. И потолок, да. То есть, типа, не душно, не душно. Это очень круто. Ну, вот, потолок, голова не упирается, тоже классно. Конференция хорошая, но все-таки мало стендов и мало иностранцев. И, ну, все, понял. В этот раз на количество стендов немножко подзабили голд. Смотри, тут как бы место дофигище. Потолок и можно подышать нормально. Если умеешь летать, да, то можно воспарить к небесам. Вип-зона очень меня порадовала. Приятно, как бы, ну, хотят с кальянами. Трансляция. Так себе, да. Трансляция на двух больших экранах – это приятно. Тоже, безусловно. Доступность кальянов замечательная. Ну, кальяны сами электронные, как бы, на любителях. Не, ну, очень демократично, атмосферно. Есть отличная амбицина зона. Лаунж кальянов. В сравнении, допустим, с прошлым с белой. Значит, лучше. Хорошо. Мне нравится, что мало светов и больше места. И вообще, у меня такое ощущение, что, знаешь, типа, раньше год мы были вот как, когда Солярис, а это дает Камри. Получше. Ну, до люца не дотягивает. Да, 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 да. Так, интервью у меня, блядь. Но зато смотри. Заменитость, популярность, вы мне, вы мне. Ты готов? Ты будешь так сидеть? Ага. Это у нас спикер? Нет. Ну, у меня тоже можно взять интервью. А как нетворкаешь, так как у нас снимают. Так, дали интервью чувакам, интересно придумали. Хороший формат. Так. А я кремов. Дайте мне просто браслет. А хоть на вы. У нас все. Так, давайте. Это кофта? Белая или черная? Кофта или майка? Хузи. А, понял. Какой цвет? Так, белая полнит, черная стройнит. А я и так полный, но, в принципе, да, сегодня в белом, поэтому... На стенде King Finn мы обнаружили мой стикер на MacBook. Смотрите. Что, что не куришь? Айкес. Айкес. Айкес? Нет, не курю. А ты куришь Айкес? Я подружка. Это не я, мама. Я просто рядом стояла. Так, расскажите, что у вас тут? Бородатки, носки, носочки, братан. Так, скажи про тренды главные. Какая вертикаль и какая ниша? 19-20 год. На твой взгляд. Знаешь, я занимаюсь только здоровьем, поэтому для меня, кроме здоровья, ничего и нет. Для меня бы хорошо и в финансы еще залезть, и это была бы моя ниша на 2020 год. Там бетингем, ну реально как-то. И, 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 и знакомство. Криптопарни. О, да, о, да. Валикс. Валикс пиздатно вообще красиво. Пиздатно лучшая криптобинарка. Ладно, братан, давай. Давай, давай, давай. Я не знаю, это какие-то сложные вопросы. Главные тренды. Хорошие конференции. Да. Конкурсы интересные. Хорошо, окей. Нутровая партнерка, правильно? Нутровая партнерка. Я тебе могу сказать, что по Европе, например, и по АДИ, реально сейчас увеличение трафика. По России снижение. По России оно как бы ближе. Она была бы работа всегда, на мой взгляд. То есть она всегда будет актуальна. Плюс. И мы тестим крипту. Вот. И уверен, что за ней будущее. Что, не знаешь какие тренды? Что, льют поцелуете в чатах? Моих модерировали в чатах. Если знаешь, на что льют. Рассказывай. Люди пиздят что-то в чатах. Пускай пиздят дальше, блядь. Мне не нравится этот чувак. Это ужасно. Криповое. Да, мне кажется, это очень сильно дешево. Как вам вот эта хуйня, которая там болтается? Охуенно. Самая привлекательная тема. Рокет и Ван Лав. Расскажите мне, что это вот такое? Короче, мы взяли новых сотрудников. Один из новых сотрудников. У него периодически возникают какие-то парадоксальные идеи. Вот. И мы решили стать, знаешь как, исполнителями ее там, у всех идей, у всех желаний. Так вот это одна из ее идей. Идеи массы. Новые тренды. То, что молодежи. То, что хорошо у молодежи. Мы, допустим, сучи сабр запустим. Да. Так, давайте мини откроем. Сучи сабр просто. Смотри, сучи сабр сразу его против. А почему сучи сабр? Потому что мы суки. И я горжусь этим. Сучи сабр. Так, смотри. Пару советов новичкам. Тим, которые сейчас входят в шеру. С чего бы ты начал, если бы ты сейчас ходил? Ничего не зная. Типа, мы про вертикали или что? Про вертикали или про источник? Ну допустим, что лить, откуда лить? Смотри, источник однозначно ФБ. Самый низкий. Самый низкий порог входа, я считаю. Он нелегкий, но это не пуши, это не AdWords. И серое, черное заливать с ФБ легче. А по поводу вертикалей, наверное, гембла бэд. Наверное, брилы. Но там не слушайте сказки про то, что с априлы ФБ не банят. Это не работает уже. Так же раздают пиздюлей. Да, так же раздают пиздюлей. Но, типа, не хорошие прибыльные ниши, хорошие вертикали. Поэтому, ну, я, наверное, все от ФБ и наши фига. Но! Вот пообщался с ребятами, все очень много говорят про крипту. Поэтому, я думаю. Будем 1000X? Да, 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 пока будем. Мой совет. Планируйте свой день. Конфа идет 10 часов. На конфе 2500 человек. 10 часов – 600 минут. Один диалог – 10 минут. 60 контактов – ваш предел, если вы не писаете, не курите, не едите. И к вам идет постоянный поток. Ну, считайте сами, как вы проводите это время. Когда вам привозят в офис такую типу визиток, нахер они нужны. Ну, реально. Есть сайт, на сайте есть раздел «Контакты». Зачем вам визитки, если вы за ним едете? Если ты вернулся с выполненным планом, вот это хорошо. Это хорошее натворение. В 100% нужно работать в Камафе, потому что Facebook все сильнее и сильнее закручивает гайки. Для этого нужно иметь свою инфраструктуру. И для того, чтобы пережидать разные тряски. Да, тряски. Да, тряски ФБ. Когда он пытается нас всех заглушить. Какая лучшая вертикаль? Скажи, что вы будете? Ну, все спорно, все относительно. ФБ закручивает гайки. Но, в ФБ ты можешь получить очень дешево драф. В МТ очень сложно получить хороший драф. Если там охера геморроют. А в тизер, как нужно охера бабла, чтобы набрать лайки и начать крутить. Кому же ты ближе? Бля, вот ты сейчас охуенно рассказал. Вот как надо было. Ребятам это, я думаю, будет интересно. Надеюсь. Откуда льют в основном? Какие источники? Откуда именно? Ну, внутри. На Европу, по Азии. Слушай, Азию очень хорошо юзают нативки. Вот МГИ-то очень хорошо. По МГИ-то, кстати, в Азиатской тракте реально. По Европе больше фейсбук, конечно. Слушай, как ощущения? Неплохо. Неплохо. Нормально? Да. Хорошо массирует? Достаточно сильно. Привет, Дим. Как тебе массаж? Здорово. Супер. Только начали, но уже чувствуется, что руки профессионалов. Профессионализм, да, чувствуется? Вышка. Очень неформальный формат интервью, да, у нас с тобой? Да. Немножко даже не лох. Ахахаха. Ахахаха. Все ли мы тут с Серегой Витцей? Да? Смотрите, какой прикольный формат. У нас трансляция в прямом эфире. Ну что, начнем? Все ребята сидят, смотрят, курят кальяны, выпивают интересные напитки. И круто можно смотреть прям доклад. Вот это офигенная тема, вот это реально круто. Кстати, тоже показывают трансляцию докладов. Смотрите, народу-то прибавилось, ребята. Смотрите, сколько. Еще в той зоне, где кушают, пиздец, сколько. Как ты оказалась на этой конфе? Ну вот, товарищ Гребов подогнал мне билет. Спасибо ему большое. Сам не планировал ехать на эту конфу, а тут такая ситуация. Как тебе вообще следующая бежута? Да, в принципе, нормально, но много всякой штуки, которая не очень релевантна мне. Так, хорошо, а чем ты занимаешься? Ю, геймпло. Откуда? С ФБ. Все с всякими серыми. С серым ФБ занимаюсь. Можем что-нибудь спалить там ребятам, допустим, что сейчас в тренде или что будет в 2020 году в тренде, на твой взгляд, по гамбле? По гамбле в тренде все, что касается старого геймпла из 90. Ну, слотики из 90. Слоты из 90? Я знаю, что реакция. Реакция? Ну, типа видос, креатив, как реакция. Ну, прикольно, заходит. Какой еще формат заходит? Ну, все, что касается видосов, видосов с выигрышами, с заносами, все вот это считаю, что заходит. А на какую по геймплеешь? Я на прямой геймпле. А, по прямой геймпле. У нас фейсбук перестал, в общем, принимать ваши карты. Угу. 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 Угу.